Здание, куда прибудет Рахмон, отремонтировали на 500 тысяч долларов. Узбекистан. В тюрьме за чтение намаза гениталии обливают кипятком. Трудовые мигранты стали заложниками ФСБ России. Приезду Рахмона в Сахдийскую область на ремонт здания, куда прибудет президент, потратили более 500 тысяч долларов. Причем эти средства выделены из местного бюджета. 16 ноября с участием президента Рахмона во дворце Арбоп Худжанда состоится торжественное собрание по случаю 25-летия исторической 16-й сессии Верховного Совета Республики, сообщила ИАА Азия Плюс со ссылкой на собственный источник в правительстве. Следует отметить, что Рахман уже давно прославился тем, что каждая его поездка по регионам страны обходится бюджету в астрономические цифры. Кроме того, ради Рахмона организовываются целые торжества, театрализованные представления с участием местных артистов и школьников. Школьников обязывают читать хвалебные стихи и петь дефирамбы президенту. Во время встречи все должны стоять перед лидером нации с руками на сердце. В этой связи следует вспомнить, что на днях благотворительная организация «Красный полумесяц» предоставила товары первой необходимости нуждающимся в Сагдийской области. То есть в то время, когда в стране огромная масса людей не имеет возможности удовлетворить свои основные потребности, региональные власти тратят баснословные суммы ради одной торжественной встречи Рахмона. В редакцию «Азадлик» обратилась 60-летняя Мухаббад Халматова из города Наманган. Двое ее сыновей были лишены свободы по религиозным обвинениям. По словам пожилой женщины, летом этого года в тюрьме в городе Навуаив в отношении одного из ее сыновей применялись жестокие пытки. За чтение намаза половые органы обливали кипятком. Двое сыновей, 60-летней жительницы города Намангана Мухаббад Халматовой, 40-летний Алишер и 33-летний Шавкат Абдужабаровы, были приговорены к длительным срокам тюремного заключения в 2010 году. Суд признал парней виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 244 УК Узбекистана. Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания. В разговоре с репортером Азадлика Халматова заявила, что несколько месяцев назад в колонии номер 6446 в городе Навуаи в отношении ее старшего сына Алишера применялись жестокие пытки. В октябре месяце женщина получила разрешение на трехчасовое свидание с сыном. Во время встречи с ним она увидела следы от пыток на его теле. Сын рассказал о том, что в колонии его половой орган облили кипятком. Он рассказал мне об этом после того, как я увидела черные пятна на его ногах. Это произошло летом в колонии 6446 в Навуаи. Сын рассказал мне, что сотрудники колонии облили кипятком половые органы еще четырех заключенных за то, что те читали намаз. По словам Мухаббад Халматовой, после того, как двое ее сыновей были отправлены за решетку, пожилой женщине пришлось взять на себя всю заботу о пяти внуках. У старшего сына есть трое детей. Я вместе со старшей снохой печем самсу и продаем ее в школе, где учатся мои внуки. Живем за счет этих денег и материальной помощи, которую нам оказывают родственники, сообщает женщина. Мигранты из Узбекистана, содержащиеся в центре временного содержания иностранных граждан по Самарской области, сообщили журналистам о том, что не могут уехать обратно на родину без разрешения Федеральной службы безопасности России. Возложены полномочия по выдворению иностранных граждан. Руководство ЦВСИК заявило Азадлику, что содержащиеся в центре узбекистанцы находятся под контролем российских спецслужб. По сообщениям правозащитников, в последнее время узбекские спецслужбы активизировали свою деятельность на территории РФ. 22-летний Дурбек, который второй месяц содержится в одном из центров временного содержания иностранных граждан в Самарской области, рассказал журналистам о том, что российские спецслужбы не разрешают ему уехать в Узбекистан. 10 октября меня вместе с другом задержали сотрудники ФСБ, увезли в отделение. Потом нас судили за нарушение миграционного законодательства России. Нас попросили подписать какие-то документы, после чего мы должны были в течение 10 дней покинуть страну. Мы подписали все бумаги, на руки нам надели наручники и увезли в город Тольятти. Месяц назад они отменили купленные нами билеты и заявили, что ФСБ не разрешает нам покинуть Россию. Они даже не объясняют, в чем наша вина. Мы с другом не совершили никаких тяжких преступлений, сказал Дурбек. Когда родился? В 89-м год. По его словам, сотрудники спецслужб задержали его и его друга на одной из улиц Самары, когда парни занимались продажей мелких товаров. Затем силовики обманным путем заставили парней подписать неизвестные документы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.